Холл второго этажа Центра культуры и досуга в НИЭФ превратился в выставку детских работ на недетскую тему. Скажем, да, охране труда. Но, как считают организаторы ежегодного конкурса, обучать о самобезопасности нужно уже с юных лет. Тем более, что традиционный фестиваль направлен на совместную работу детей и родителей. Этот конкурс помогает повысить уровень вовлеченности наших работников в процесс обеспечения безопасности. На уровне семейных ценностей детям начинает прививать правильное отношение к безопасности и охране труда. Конкурс проводился в трех номинациях среди детей от 4 до 12 лет. Ребятам предлагалось создать плакат на тему «Я за охрану труда» или сделать рисунок о мерах безопасности в быту, дома, на природе, в школе. Эта тематика, наверное, самая простая для деток, потому что легко объяснить, что в быту тоже есть охрана труда и безопасность, и ее обязательно нужно придерживаться. Третья номинация «Супергерой безопасности» отсылала ребят к их любимым мультикам. На детских рисунках фиксики, смешарики и другие сказочные герои объясняли, как правильно защитить свою жизнь и здоровье в различных ситуациях. На конкурсе были представлены не только индивидуальные, но и коллективные работы. Совместное семейное творчество также приветствовалось организаторами. Данное мероприятие направлено на создание семьи, на поддержание семьи, на то, чтобы люди вместе делали работу по вечерам. Это же здорово и интересно. Злате Денисовой всего пять лет. Фестиваль детского творчества – один из первых в ее жизни. Диплом участника и памятные подарки стали для нее отличным стимулом для участия в других творческих конкурсах. Ее рисунок с лозунгом «Работы в каске» также представлен на выставке. Девочка решила рассказать о защите жизни и здоровья во время строительных работ. Я рисовала строителей, которые работают в сказке. Мне никто не помогал. Я работала сама. Среди более чем ста конкурсных работ организаторы выбрали победителей и призеров в каждой номинации. Но никто не остался без внимания. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Творческие номера танцевальных коллективов нашего города стали приятным дополнением к торжественной церемонии награждения. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.